Продолжение следует... 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 Мы увидим в том числе и создание мега-мытаря, когда будет объединена наконец-то федеральная налоговая служба и федеральная таможенная служба. И вот тут-то мы, как говорится, похохочем. С 1 июля, если мне не изменяет память, нас в тестовом режиме начнут сводить как физиков, так и юриков, то есть где вы работаете, где работает ваша супруга. То есть будут объединены все эти базы, и думаю, что со следующего года уже перевод денег с карты на карту уже будет облагаться налогами. Ну, это вызовет, конечно, негативную реакцию не всех, но и некоторой части населения. Оно перейдет на расчеты, во-первых, наличными, а поскольку будет охота за аналом, то наши сограждане перейдут в том числе и в товарообменные операции, бартер, ну и всеми любимую или, может быть, нелюбимыми, любимую крипту. Можно ли сохранить границы страны и не растерять регионы при отсутствии идеологии? Была идеология православной империи Третьего Рима, была идеология светлое будущее только в Ленине, в Сталине, пишет Тимур Васильев. Ох, Тимур, простите, а каким образом тогда существует, ну, наверное, Великобритания, напомню, там с Ирландией как-то у них не очень просто, без идеологии. Даже Испания с Каталонией как-то уживаются, да и тот же Евросоюз. Мне кажется, что вы переоцениваете вообще, что такое идеология, потому что, мне кажется, что, как говорил даже классик того же самого марксизма-ленинизма, Сначала экономический базис, а потом политическая надстройка. Так, ну вот задают вопрос, интересует, Дмитрий, ваше мнение, стоит ли осуществлять транзакции между физлицами, если сумма в пределах 10-20 тысяч. Важна не сумма, которую вы переводите со счета на счет, а важно, насколько вы это делаете регулярно. То есть вас будет сводить не какой-то менеджер вручную, вас будет сводить, естественно, аппаратно-программный комплекс, и если вы приблизительно в одни и те же даты получаете там деньги за квартиру, за учебу, то здесь могут возникнуть проблемы. Поэтому что я вам рекомендую, если уж вам так вот жизненно необходимо переводить эти деньги там своим родным, близким или их получать. Во-первых, делайте временной лаг, чтобы у вас с датой гуляли хотя бы в течение, ну то есть переходили, был переход дат между неделями, чтобы суммы все-таки очень сильно разнились. Ну и надеюсь, что будет разниться контрагент, от которого вы получаете, а то иначе, знаете, по датам вы разнесете, по суммам разнесете, а контрагент будет все-таки один и тот же. Как вы думаете, опять-таки Стас Путильцев задает вопрос, стоит ли нам в дальнейшем ожидать вторую волну повышения пенсионного возраста, и допускаете ли вы, что нынешнее молодое поколение может вообще остаться без пенсии? Стас, я думаю, что, во-первых, без пенсии останется не молодое поколение, а такое поколение моего возраста, то есть мне вот в этом году 50, значит, соответственно, по-моему, последние 7 лет у нас изымают деньги для выплаты пенсии действующим пенсионерам или нынешним пенсионерам, возникает вопрос, собственно говоря, а мы-то на что жить будем? Поэтому все последующее будет все уменьшаться и уменьшаться. Напомню, у нас за министром финансов стал представитель пенсионного фонда России, поэтому я думаю, что... и он будет курировать негосударственные пенсионные фонды. Я думаю, что у нас изымать доходы будут так же, а вот возвращать будут все меньше и меньше. По поводу пенсионного возраста, по моим оценкам, ну, не сейчас, а в целом отмена как такового пенсионного возраста, как логику, я думаю, она будет применена. Именно такая логика, но она будет применена иезуитским способом, то есть деньги отбирать будут, а возвращать нет. Являются ли экономические знания необходимы для старта технологичного бизнеса? Или профессионал? Или профессиональных знаний достаточно? Я думаю, что так. Есть статистика, помимо того, что я вижу это среди своих коллег, 50% предпринимателей имеют хоть какое-то образование, 50% не имеют никакого. Мне кажется, что здесь это не столь обязательная вещь. Она неплохая, но необязательная. Поэтому я не могу сказать, что вам нужны обязательно экономические знания. Любые знания — это методология приобретения, обработки и выдачи информации и результата. Поэтому чем хорошо высшее образование, именно только этой вещью, но не более чем. Так, как вы считаете, почему в провинциальных городах страны в основном идет упор и ставка на сферу продаж, а также строительство торговых центров? Почему не создаются рабочие места в других сферах труда? Причина очень простая, потому что для этого должен быть рынок сбыта, квалифицированного рынка сбыта. У нас по-прежнему падают реально располагаемые доходы, падают, соответственно, по розничной продаже в товарных единицах. Было, есть и будет. И поэтому до тех пор, пока народ не станет богаче, ничего происходить не будет. Если некоторые думают, что нужно просто превентивно поставить какой-нибудь завод, всегда задавайте себе вопросы. Простите, а куда все это барахло продавать? Потому что издержки нашего бизнеса существенно выше, чем за рубежом, и поэтому мы не конкурентоспособны. Но это создано не нами, а тем, что мы ошибочно называем властью. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok